Новые возможности. Сегодня в средней школе поселка Опытный в Цивильском районе открылся центр образования. Точка роста – это зоны с полным набором цифрового оборудования для развития технических и гуманитарных навыков у школьников. Как выглядят образовательные процессы, чему будут учить детей, знает Рифат Фаткулин. Ржавые токарные станки сдали в металл. Их место заняли не только новые электроинструменты, но и 3D-принтер, квадрокоптер, мощные компьютеры. За лето школа из простой превратилась в цифровую. ОБЖ, информатика и технология – именно эти предметы будут углубленно изучать в точках роста. К тому же в классах появятся кружки шахмат и робототехники. И все это вкупе с постоянным творческим общением. Откликаюсь робототехника где-то год. Появилась она у нас где-то с пятого класса. Ну, в будущем, может быть, стану инженером. Раньше на втором этаже, там 40-й кабинет есть. Там и занимались. Новый стал красивее, удобнее. Очень рад. Будущие изобретатели, новаторы и лидеры исследуют и создают, конструируют и творят. Еще в двух школах такие же центры у нас заработают. Это в Первомайской школе и в Канарской школе. До 2021 года такие центры появятся и в других сельских школах. Открытие данных центров направлено, прежде всего, на повышение подготовки, повышение качества подготовки наших школьников, уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами. Точки роста создаются в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В этом году в Чувашской республике открываются 40 точек роста. Вообще в Чувашской республике в 2025 году должны возникнуть в сельской местности 240 таких точек роста. Практически все школьники Чувашской республики будут охвачены центрами гуманитарного и цифровых профилей. Это позволит уже на ранних стадиях обучения в школе погружаться и проводить погружение в мир будущих профессий. То есть это, по сути дела, ранняя профориендиционная работа наших школьников. В среднем одна такая точка роста обходится в 1 миллион 600 тысяч рублей. Новые образовательные возможности того стоят. Рифат Фатколин, Алексей Зотиков, Павел Рыдков, Республика.